Приветствую всех любителей пошаговых стратегий, вы видите и слышите Алексея Халецкого, значит вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Юлия Цезаря в 7th Civilization 6. На последнем уровне сложности, с модами на искусственный интеллект, в общем подробности в первой серии, если вы случайно наткнулись на это видео, переходите в начало, ссылка на весь плейлист в описании, в прикрепленном комментарии, я там всё рассказываю, вы там же ещё и найдёте сейв первого хода, для того чтобы вместе со мной эту карту проходить, а ну а спонсоры канала и все серии там же видят сразу, большое спасибо вам за поддержку. Ну что ж, давайте продолжать, так какой же мы, так Египет у нас золотой вышел, какое мы возьмём устремление, Ну если даже мы примем религию, то вряд ли мы сможем и успеем её разносить. Специализированный район, но я сейчас скорее больше поселенцев буду строить, так что наверное вольнодумство надо брать. Много чего ускорять можно будет, так нам нужен, нужна третья ГГшка где-нибудь найти, так Чандрагупту встретили, да, примем гостеприимство, вон я вижу границы Кира. Обратите внимание, что когда вы встречаете цивилизации скаутом, я уже об этом рассказывал, то лучше отношения в начале. Так, у нас не видать больше никаких лагерей, да, к сожалению, к сожалению, вот этот лагерь. Без меня забрали. Смотрим, что ещё здесь, ну хоть тут может быть лагерь. Так, не хочу под вулкан становиться. Проложить торговый путь. Так, тут города растёт. На производство. Еда рос. Нормально. Так, ну что, Артемиду должны по идее достраивать. И... Ееее. Три жилья и четыре пищи. И довольство за каждое пастбище и плантацию лагерь четырёх клеток. Ну мы посчитали, что нормально должно быть. Плюс пять прямо сейчас. Так, ну по-хорошему нам надо... Давайте я, наверное, заплачу 25 золота и поменяю карточку на поселенцев. Потому что тут надо 100% уже поселенцев строить. Можно было бы, конечно, здесь... Рудничок. Ну вообще, знаете... Достроится строитель. Я вырублю... Пшеницу для Рима. Ну потому что, опять же, Магнус... Под Магнусом. И пойду тут рудник, наверное, делать. Как-то так сделаем. Ладно. Ставим. Так. Может воинскую повинность пока поставить. Хотя... Ладно, вдруг появятся варвары. Поселенец пять ходов. Так, ну вот мы... Всю нашу половину открыли. Они так плотничком, а у меня столько... Столько места. Блин, давай, где город-государство какое-нибудь? Мне нужен город-государство. Ну, схожу куда-нибудь сюда просто еще посмотреть, что тут. Может, надо было здесь идти. Смотрите, как они друг друга... Ну, у них явно... Так, а там с кем-то Египет воевал? Клеопатра. Клеопатра. С Киром. Ну, очевидно, что у них тут... Есть проблемки во взаимоотношениях. Слишком близко. Удивлено, что еще Чандрагуб-то... Не вступил в эту мировую войну. Так, тут давайте строителям еще. У Штолян будет дополнительный... Заряд. Так, а сколько стоит купить у нас? 370. Вряд ли я накоплю. Да, сейчас было бы хорошо в золотом веке... Если я был в золотом веке и взял монументальность... И все, что я спрашиваю, это большой корабль. Чем... Ну, то есть, вера какая-нибудь будет, но... Блин, религия, конечно, хорошие бонусы дает обычно. Но не в этой партии у нас. Напишите, как вы проходите у вас... Вы берете религию или нет? Так, походу, кстати, Кир... Видимо, какой-то город у Египта захватил. Ну-ка... Нет, вроде все... Название... Персидские. Ну, Клеопатры всего 4 города, а у Перса уже 7. Ни хрена себе. Проблемки у Клеопатры. Так, вот эту клетку передаем сюда и... Собираем. Эту клетку даже так и оставим Риму, потому что... Правительственную площадь мы в Риме... Римом будем строить. Так, гавань открыли. Ну, давайте письменность... Ну, короче, в деньги пойдем. Каменоломню, кстати, мы где-нибудь можем. Но я вот думал на мраморе. Правда, я хрен знает, когда я там город поставлю. Мачу-Пикчу уже неизвестный игрок построил. Это, скорее всего, Вавилон, потому что Мачу-Пикчу далековато. Ставим в городе. Пока не появляются у нас лагеря нигде. Ну, маловато мы с лагерей все-таки имеем. Довольно большая территория, согласитесь, да? Кажется, что должно было быть много лагерей, но... Не так круто это. Так, а что тут у нас? А, недостаточно жилья. У меня и переключено на производство. Блин, ну... Не хочется пока политическую философию просто открывать. Но, видимо, надо. Ну, блин. Откладывать принятие... Так, а что по армии у нас? 148 у Перса, 176. Ну, армия побольше у Египта. Тяжелыми колесницами. Ну, откровенно... Подселилка. Не знаю, где они появились. Ну, Египту откроют. Потому что, в эту сторону, смотрите, ну, территория говно. Прямо скажем. Ну, получается, вот... Зажизненное пространство приходится воевать Египту. Рудник. Потом, наверное, эти меха обработаем. Тут все посмотрели. Ну, армию надо у городов держать. Будем просто ждать, если где-то появится лагерь варваров. Армамир с Киром. То есть, перестала быть союзницей Египет. 159 на 132. И 4 старые. Ну, вообще, индус бы мог их обоих просто забрать. Так, теперь здесь гавань. Продолжаем поселенцев. Так. Ну, этого я точно хочу сюда. А, вот же у нас еще ускорение каменной кладки, между прочим. Пряности у Клеопатры, наверное, надо покупать. Ну, я лучше единоразово заплачу. Блин, мне железо надо обработать. Ну, вот этим, наверное, я железо лучше пойду обработаю. Потому что это тоже ускорение. Причем ускорение двух технологий. А мне надо очки... Ну, короче, золотой век надо выходить. Так. Наверное, античную республику тут мы точно не воюем и чудеса не строим. Что нам? Так, поселенцев оставляем. Давайте на... Здесь два влияния. Так. Ну, можем, кстати, три ремы построить. Хотя, сколько у нас? Шесть ходов. Ну, еще мы, как минимум, шесть ходов гавань строим. Три ремы мы, наверное, не будем. Давайте, наверное, создание строителей поставим. Производство. Или... Или... Давайте покупку клеток между... Мы сейчас и строим... Хотя, подождите. Вот здесь... Что я в Ареции буду строить? Сейчас. Может, кампус я тут буду строить? Я, наверное, здесь буду кампус строить. А не строителя. У нас два строителя есть. Один с одним зарядом. Это мы железо обработаем. Этим обработаем крабов, рыбу. И пойдем сюда... Мрамор обрабатывать, как минимум. По пути можно, кстати, еще и цитрусовые. Наверное, все-таки на... Строителей нету смысла. Покупку клеток и просто производство дополнительное. Вот так. Пока не апаю в лучников. Не собираю, потому что... Хочу оставить бонусы соседства гаваням. Это потом в будущем производство будет давать. От верфей. Опять же, такая странная штука. Вот очень много людей, почему-то, играя в шестой циву, вот это игнорируют, что верфь... Ну, смотрите, верфь... Под плюс один к пище, смотрите, что написано. Бонус производства равный бонусу золота за соседство района. То есть, тут у нас гавань на плюс три становится, да? Здесь на плюс пять. Ну, плюс пять, если этот район будет. Плюс четыре будем считать. То есть, после строительства верфи, это будет, кроме других бонусов верфи, еще три производства и четыре производства. Ну, а если карточку еще и на бонус от соседства для гавани сто процентов, да, поставим, то получится шесть и восемь производства еще здесь. По-моему, отличный бонус. Так, военную традицию, наверное, пока не надо. Мистицизм, я думаю, нам тоже пока не надо. Пойдем постепенно... Ну, дайте драму и поэзию. А баня у нас где? В инженерном деле. Это мне стены надо построить, а стены еще каменолом не ускорить. Ладно, пока так. Моней, если она может сразу идти этим рабочим, а не рыбу обрабатывая. Потому что к рыбе он будет несколько ходов плыть. Надо я бы уже на мрамор шел. 173 на 140. Науки больше у Кира, конечно. Так, ничего не ускорено, да? Вот видите, для добычи ресурсов и железный рудник, вот это мы сейчас все ускорим, обработав железо. У нас еще и пастбище ни одно не построено. Вау. Я вообще не вижу, чтобы мы тут пастбище где-то могли построить. Прикол. Блин, реально нету пастбищ. Вот только... Но это не скоро. Блин. Судостроение. Ну, давайте пока обработку железа открывать. Потом я бы переключился, когда мы построим рудник, я бы колесо открыл. Блин, то что, дороги сразу есть вообще? Зеба. Надо больше... Надо предприятие на мехах поставить. Так, а что у нас предприятие на мехах? А, апельсинки в Риме. Наверное, предприятие... Блин, я за... Давайте глянем, что из них что дает. Значит, цитрусы плюс 30% к производству военных юнитов, а меха плюс 30% к производству гражданских юнитов. Блин. Надо решать, что мне важнее в Риме строить. Наверное, гражданские, раз я там поселенцев клепаю. Колесо продвинули и обработку железа. Два очка. устремление, по идее, получили. Ну, обработку железа дооткрываем. Мне надо идти сюда мрамор обработать, потом обработать апельсинки, и у нас появится возможность производства сделать и идти к столице производства в Риме ставить. так, а они кого-нибудь еще встретили? Надо посмотреть. Или нас четверо? Не, еще двоих, как минимум, Кир встретил. И Индус тоже двоих. Египет просто не может дальше пройти. То есть, там еще двое. Ну да, правильно, у нас на континенте должно... Сусть, а что там так много территории дали? Хорошо, будешь обманщиком, будешь. Лучшие соседи это дальние соседи. Насначе время вы лучший сосед Индии. Это так и есть, да? Я дальше всего. Так, ГГшку какую-то захватили. Ну, на континенте по шесть должно быть. То есть, у нас двенадцать этих. Просто удивительно, что они близко. А мы так... Наверное, пока не меняю ничего. продолжаем строительство. Так, куда этот город? Ну, я бы вот тут селился. в Риме продолжаю. Поселенцев. Блин, слушайте, давайте я, наверное, куплю здесь строителя. 175, да? Не сейчас? Блин, или сейчас? Во-первых, не здесь, а в Медиалане давайте я куплю строителя. чтобы пойти уже обработать и уже пойти. Потому что это же плюс 30% ну и к строительству поселенцев, соответственно. Блин, в Риме уже девять жителей. Вау. Надо клетки обрабатывать ни одного района. Ну и, соответственно, ну, кстати, предприятие перестанет давать счастье от Артемиды, но у нас тут другие есть в пределах четырех клеток. Я просто думаю, куда мне этого поселенца сейчас везти. Мне кажется, сюда нам тоже надо будет город ставить когда-нибудь. Ну, я бы сюда все-таки или даже может сюда. Игра вот сюда предлагает. Ну, кстати, ну ладно, давайте предварительно сюда, просто чтобы не заселили эту территорию. Тут-то у нас всегда будет возможность. Наверное, в эту сторону пойдем. За Киром надо найти еще соседей по континенту. Продолжаем поселенцев. Так, тут пока игры и развлечения давайте открывать. ну, колесо. Ничего не меняем. О, Дидона приветствует нас от имени финикийцев. К сожалению, в этой партии Карфаген не будет разрушен, потому что слишком далеко. мы же обменялись ста... А, вон где тир. Нихрена себе. Это наш континент такой огромный. Я так понимаю, что у Дидона нормальное место насыпало. Так, у этих вот как-то плотничком. железо железо я пока не буду продавать, а вот вино у Дидоны надо выкупить. Наверное, никуда пока не отправляем. Все, еще только два города государства нашли, но это смешно. Что там по религиям? Уже три религии. Так, три религии и три так-то может у нас хватит все-таки еще на одного на одну религию. Нет, пока я по десятке железа буду продавать. Ну и кроме того, нам надо еще апнуть в наш уникальный юнит. Но это зависит от того, будем ли мы ходить в золотой век или нет. Так, есть колесо. Каменная кладка три хода, мы как раз вроде следующим ходом ее ускоряем. Так, цитрусовые можем продать. Ну, это как-то дешево. восемь вход. А право прохода мне не надо, может шесть однократный шесть вход. То есть девять вход ты не согласишься. подожди, ты мне только что предлагала восемь вход и прав... А зачем я это... Блин. Ой. Я случайно поотменял... Право же прохода она мне давала. Типа у нее ходить. И восемь вход еще было. дверь шесть предлагает. Ну, ладно, приму. Че я тогда не согласился? Так, дотягиваюсь до до египетских городов и, в принципе, до Гонконга, потому что у нее задание у Гонконга. 13 золота вам не видно? 13 золота. А интересно, почему из Рима семь? а из Гонконга 12. Ничего не написано, как это считается? То есть из Медиалана 12. И из Ореция 12 почему-то. Хм. 13 даже из Ореция. А, потому я понял, он проходит, там у нас же способность, если проходит через торговые пути мои, то он больше денег дает. Ладно, давайте в Гонконг. будем производство иметь. Так, каменную кладку ускорили. в смысле два мрамора. А где первый у меня мрамор? Не понял. Я с кем-то торгую, что ли, мрамором? Подождите. Как проверить, типа, откуда откуда у вас вот тут ресурсы открываете. Где мрамор? Мрамор. Медиалан. А, у меня этот стоит. Медиалан прямо на мраморе стоит. Точно. Блин. Уже забыл. Уже забыл. Ну, тут я производство могу только в Осте, а не в Медиалане. Потому что в Медиалане он прямо на мраморе, там ничего не изменить. Мрамор, по-моему, культуру будет давать. Так, тут предприятие в Риме. Будем ставить. Ну, и, наверное, строительство мы очень нескоро откроем. Пастбище, верховая езда. Ну, ладно, давайте игры и развлечения отложим. исторические хроники пускай. Каменная кладка есть. так. Вообще, в Осте можно будет водяную мельницу сделать. Можно фермы, но тут два заряда, я бы меха обрабатывал вот в этом городе. таруга. Таруга. А вон границы походу галлы. Те, кого мы не встретили галлы. так, мрамор можно продать 9 вход к Клеопатре. Ну, давайте. Вот там с войной 111, 262 Клеопатра походу проигрывает. У нее еще и стен нету в городах. Вот Асуан же берется. Давайте, наверное, пока судостроение. Вообще, я бы через три хода в медиалане начал галеры строить. 85 лошадей. Пожалуй, отклоним такое щедрое предложение. Блин, уже через 10 ходов античность закончится. Да, надо галеры, надо апаться. Так, мне надо, ну, то есть, галеры, во-первых, сами по себе галеры дадут очки, да? Во-вторых, ускорение за счет них судостроение даст очки. Три разных спецрайона, пастбище, вот мельницу надо строить. Это же все очки у меня, да? Блин, я, наверное, все-таки поставлю на побережье города, а не здесь. Вот сюда поставлю. Так, в ости водяная мельница, она ускоряет строительство. Пастбище еще где-то надо. Ну, может, тогда сюда город везти, под пастбище попробовать. Сюда хочу, да. Продолжаем поселенцев. Шесть ходов, будет следующим ходом пять, посмотрим, поставив тут предприятие, как ускорить. Ну, на 30% должно ускориться. То есть, нормальненько так. Легалов встретим тоже одно очко эпохи дадут. Так, надо сейчас будет поменять открытие вместо исторических хроник, надо что-то за один ход будет открыть. Вопрос только военную традицию или мистицизм. Давайте она мистицизм. Попробуем Гонконг за союзем. Кстати, никто там его не союзит? Нет, никто, это тоже очки даст. Отлично. Так, в Медиалане нету жилья, это мы в курсе. В Ореции нету жилья, можно не расти. Ставим предприятие, значит, смотрим, пять ходов. Блин, военных. А как я так посмотрел? Господи, сходил, посмотрел даже специально, оказалось, цитрусовые военных, меха, блин. Ну, это прикол. Тогда ждем, значит, сюда на меха идем. Ну, мне надо, чтобы в Риме все-таки ускорялись не военные, а гражданские юниты. блин. Молодец я, конечно. Ваши люди готовят кашу из пепла и веток. Скажите, это правда? А что за наезд? Я думал, мы с тобой в хороших отношениях из пепла и палок готовят кашу. Не, ну, сто процентов из мяса лисиц и вместе с цитрусовыми. Так, что мы тут меняем? Подождите, пока ничего. Сейчас я поставлю город и, возможно, выкуплю клетки. Так, сюда, туда. Не, хороший город, мне нравится. Давайте железо кому-нибудь продадим. Не все, конечно, а 10 штук пока. Нам же, сколько нам надо для апгрейда? 6. Ну, как раз 10 продадим пока. Отлично, на 6 вход. Так, а купить поселенца 650 на 1? Вряд ли мы сейчас накопим. Лучше мы купим сейчас торговца еще одного. Из ости в Гонконг. Ну, еще арма хотела, но в арму у нас просто не дотягивается ничего, да? Так, так, может из Медиалана. Я не понимаю, почему, почему вот нету тут Медиалана, например. Да, из столицы нету. Сейчас же у нас бегает караван из Ореция, да. Давайте из Рима отправим. Так. Да, блин. Это какой-то прикол, да? Ну, ладно, мы сможем плавать, когда откроем вот это вот. Значит, тут ставим, видимо, так, а сюда ставим морские. Дальше в Медиалане сразу две галеры в очередь. континент открыли. Ну, союзим Гонконг. За это два очка, потому что мы первыми, первые, кто его засоюзил. О, барьерный риф. Большой барьерный риф. Так, это еще нам дало очки эпохи. Нам не хватает, у нас восемь ходов и не хватает одиннадцать. четыре очка нам дадут за легион. Блин, может не хватить. Может не хватить. Дальше пока теологию, наверное. Ну, давайте, ладно, пообещаю. Я правда не понял, анцы при чем здесь. Ну, хотя, типа вблизи, да. Я больше всего не буду селиться. Так, одну очку за то, что у нас десять жителей. Судостроение пока откладываем. верховую верховую езду. Здесь лагерь. Три хода, да? Ставим предприятие. Все равно три хода. Не пойму, влияет как-то? Может пока на производство переключить. Может пока не два хода стало. Но это я переключил на производство с другой стороны. Блин, где бы это увидеть влияет сейчас или нет? Ой, блин, отменил поселенца зачем-то. 78 154 плюс 22 Не видать, честно говоря. Так, Гонконг. Отправляем в Гонконг. А, слушайте, в арму можем еще? Нет, все-таки в Гонконг далековато и далековато и мало денег дает. О, как из-за предприятия тоже дали. Блин, мне надо тогда и апельсинки где-то все-таки поставить. Надо, наверное, купить еще рабочего. Ну, апельсинки у нас только в Ости получается. Единственный вариант для предприятия. Ну, в Ости еще предприятие только в Ости и мрамор. Слушайте, у нас реально мы можем еще тут город где-то сделать, да, или раз, два. Нет, в идеале он не дотягивается. Ости надо на мрамор делать предприятие. Покупаем строителя. Есть кампус. Ну, наверное, центр коммерции надо. Плюс два, плюс или амбар лучше, чтобы рос дальше город. Давайте пока амбар. Не пойму я, какие тут районы куда ставить. Или госслужбу. Зачем вам эта земля, если ваша страна слаба и плохо управляется? Ну, вообще, посильнее твоей, у тебя, ты уже всю армию потеряла. Так, пока отклоняем. Нам железо самому требуется. Первая галера. Два очка. этот рабочий пойдет отсюда пастбище еще ставить. Правда, ему 5 ходов идти сюда, у нас уже 6 ходов нам придет. А тут сколько? 4. Наверное, мы купим здесь просто рабочего. Сколько он стоит? 195, чтобы пастбище ускорить верховую езду. Так, водяная мельница следующим ходом будет сделана. Давайте вот как раз и последним зарядом обработаем. Так, здесь, пожалуй, пойдем меха обрабатывать. Чтобы счастье от Артемиды капало. Так, нам не хватает, сейчас нам не хватает 7 очков. За ускорение верховой езды 1 очко, за ускорение строительства еще 1. И за судостроение. Вот это 3 очка. А, так по идее мы выходим. И 4 очка за ап в легион. Ну, зашибись. Вроде все зашибись. Так, нужно ли мне теологию открывать? Вот вопрос. Так, пока открываем. тут мы стоим ждем возможности плыть, чтобы гала встретить. А плыть мы сможем куда судостроение откроем. А, я уже открыл. Прям уже построил вторую галеру. Кайф. Атлантический океан. То есть, это мы сейчас находимся типа в Америке, а в ту сторону будет Европа, если плыть, да? Так, ну, зэба. Так, судостроение ускорили. Давайте его откроем. Нам плавать надо. Строительство ускорили. Так, не хватает пять очков. Ну, походу и тут амбар еще требуется. Прям сейчас военную традицию открыть, поменять, опять поставить на покупку клеток. Железо пока не продаем. Давайте сюда поставлю все-таки город уже. Может пока закончить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь будет, да? Давайте хотя бы правительственную площадь построю здесь. что с религиями? Четыре. Блин, я мог бы наверное успеть все-таки. Может попробовать религию заполучить. Так, тут просто построю строителя. Мы копим 195, чтобы в этом городе его купить. да, конечно, способность Юлия Цезаря как-то вообще не работает пока. Значит, здесь вместо морского судоходства ставим землемир. а тут может поставить на строителей вместо произведения. Хотя я строителей только в одном городе строю. Ладно. у меня еще эти деньги на сам ап нужно и на покупку строителя, да? 100 золота, а строитель 190. Так, подождите, у нас еще может быть и не 4 хода. Ну, вообще, наверное, по деньгам должно хватить. В следующем ходу могу еще железо кому-нибудь продать. Пойдем вот этот остров исследуем. Хотя чудо всего лишь одно нашел, пока большой барьерный риф получается. Так, ну, давайте пока исторические хроники. Тут наверно математику. А еще тут предприятие поставлю. Так, перекупили Гонконг, но мне это и пофигу. Мне он пока не нужен в сюзеренах, в вассалах, извините. Постоянно тоже это путаете слова. Это добавляет счастье в Рим. Так, Наску мы не первыми встретили, да? То есть это что, другой континент уже сразу здесь рядом дал задание создать легион? Спасибо! Ты что, такой мужик, ты что, у тебя уникальный юнит есть, хера ты его не создаешь. Давай, создай мне. Создай легион, слышь? Теологию пока буду открывать. Так, 190 и 100, хватит мне. Я пока не создаю легион, в надежде, а вдруг я смогу и без него набрать. Я сейчас Галла встречу, да? Сейчас я еще там кого-нибудь встречу, сколько у нас ходов остается. Два сейчас будет хода, да? Во! Феодору встретили. Блин, так на Тамару похоже, честно говоря. Ну, не на какую-то мою знакомую Тамару, а Тамару из Грузии, которая здесь. Да, меняемся столицами. Константинополь. Есть такой город. Математика продвинулась. А какой у нас третий район? А, кампус. Да, гавань, правительственная площадь, кампус. Еще одну очко эпохи получили. Сейчас смотрите, следующим ходом обрабатываем лошадей, еще очко эпохи получаем. Так зачем нам сейчас в легион апаться, чтобы... Так, давайте редкие ресурсы. 14 вход. Ну, Египту, да. Так, а железо Чандрагупси только 10 штук. Все еще. Пожди, еще у меня меха есть. Так, тогда еще продадим, да. Не, ну, три вход, не, три вход мало. Лошадей у меня нет, тогда не буду пока продавать. Так, может, лян на аквакультуру? Я просто думаю, что мне надо Магнуса и... Ну, как минимум, лян, мне кажется, в Рим надо пересаживать. только следующим ходом. Ну, и аквакультура, наверное, хотя тут всего раз, два, три, ну, предположим, четыре. Предположим, уберем этого краба пять клеток всего на аквакультуру. Блин. Может, какого-нибудь другого губернатора взять? Типа... Типа, Рейны в анси, чтобы быстрее тут клетки выкупались. Давайте, наверное, Рейну в анси. не, нам три очка еще надо. Давайте на рассвещенное место. Блин, дайте глянь, гоним. Четыре религии. А, все уже. Все. Тогда... Тогда давайте кампус тут. Ну, чтобы ускорить исторические хроники. Так. и у нас два хода. Этот и следующий. Встретили галов. осталось два очка. вот и где нам эти два очка взять. Ну, четыре очка, понятно, легион. но очень не хочется. Очень не хочется. Четыре очка. Хочется два где-то получить. получить. А заповедник тут случайно в этом городе не будет где-нибудь прикольный? Нет. Телесам скорее всего будем вырубать, так что... вообще, в принципе, заповедник я тут не вижу, чтобы у нас где-то был прикольный. Ладно, давайте строителя пока. Только эти с амбара наверное начну. Потому что жилья нету. Так, у гаула редких ресурсов нету. Ну, или есть, а я их уже покупаю. Так, кстати, надо посмотреть меха, может он хочет подороже. Нет, два даже, он еще дешевле хочет. Так, последний ход античности. Ваш край тих и спокоен и слаб. Ну, приплыви, блин, давай, накажи меня за это. Слаб. Ну, что? Так, давайте попробуем тут кого-нибудь встретить еще. Тут уже походу никого. Так, а Гал кого-нибудь еще знает? Нет? То есть, это вот реально все на нашем континенте все, кто есть. Что, придется, похоже, все-таки апать в легион. Два пасана, это мне надо карточку, наверное, наставить на первый посол. Дипломатический квартал хочет, чтобы я создал Таруга. ну, блин, я не хочу ни в арму, ни в Наску отправлять, я... Хотя, суси, Наска может быть мне и норм будет. Кстати, вообще, АСка норм. Эти линии Наски строить. А, вот где я получаю. Так, стояночка. А, нет, только первое предприятие дает. Да, е-мое. Строительство зданий. Ну, а тут тоже надо предприятие, получается. Потому что у нас больше нету нигде апельсинок. Блин, я надеялся, что это мне даст тачки эпохи. Черт. Да, без Магнуса вырубаем и ставим, видимо, здесь кампус. Ну, вот очко эпохи, да? И не хватает одного всего лишь. Давайте подумаем еще. Я могу купить у кого-нибудь лошадь и именно что, ну, использовать лошадь это одно очко даст. У меня просто лошадей нету, да, чтобы их... А, я их не открыл. Я их не открыл. А железо использовать это не только легион. То есть, у меня нету юнитов, ну, то есть, использовать какой-нибудь ресурс, чтобы юниты были. Блин. Прикол. Так, давайте думать еще, где мы можем очко эпохи получить одно очко эпохи. Одно буквально. Засоюзить никого не можем. Что у всех есть какие-то сюзерены. Так, юнит, какой-то юнит, который, ну, легион, да, легион нам даст. То есть, легион нам получается не 4 очка, даже 5 даст. Но, блин, жалко, да, нам всего лишь одно надо. Наверняка вот в комментариях напишут потом, где я мог это одну очко эпохи получить. Обработать какой-нибудь поломанной, поломанную клетку, но нет, нет у меня ничего подобного. Так, наверное, игры и развлечения открою, потому что исторические хроники мы должны ускорить у нас. Кампуса строятся. Так, восьте амбар растет. Ну, это вот сюда кампус. тоже поставлю. Бонус соседства священного места, ничего. Ничего. Ничего не приходит на ум. Как же так? Как же, как же это все произошло? Блин, он буквально. Так, ну, Феодора там, конечно, знает кого-то еще, да, троих, и мы их не встретили. Еще кого-нибудь одного встретить можно было бы, ну, к сожалению. Видите, 4 очка эпохи и плюс одно то, что мы жили. То есть 5 очков получили. Выполнили задание Наски еще. Вообще могли карточку поставить и мы получили бы двух послов, а не одного тогда здесь. тоже ступил. О, осуждает нас Амбиорикс. Вы считаете обман и трусость добродетелью, но я Амбиорикс вижу вас насквозь и мир со временем тоже увидит. А что это он? Ну, видимо, армия маленькая. Единственный вариант. Ну, следующим ходом кому-нибудь поторгуем, посмотрим, что там цитрусовые и меха. Так, Кандиабилов с кем-то там воюет еще в Византии и Египет походу воюет. Ну, вышли в Средневековье. Это означает, что на этом серия закончится. Какое развлекательный комплекс инсулы. Что мы выберем дальше? В следующей серии увидите. так. Математика, инженерное дело. Я тут, конечно, отстаю пока. Смотрим какие-то циферки. 98-53. Смотрите, в пять раз тут галы как-то улетают, да? Что у нас с войной Египта и Персии? Они все еще воюют, я так понимаю. Да, воюют. И у Перса 500 против 51. Господи, Египет разносят просто в хламину. Блин, Клеопатра, держись. Держись, мы к тебе придем на помощь. Но это уже в следующей серии, как я и говорю. Спасибо, что смотрели. Спонсоры канала уже могут поискать продолжение в плейлисте. Ссылка в описании в прикрепленном комментарии. Вы не забудьте поставить лайк и написать комментарий, как вам это все происходящее. Если очень нравится, то можно поддержать финансово. Все реквизиты в описании тоже в прикрепленном комментарии. Спонсорство, фанатик, криптовалюта, все там. Играйте в умные игры. Слава Беларуси, живи Украина. Всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.